Услан Валерьевич, пожалуйста, поделитесь мнением о прошедшей игре. Чего сегодня не хватило для того, чтобы набрать очки? Почему пришлось потерпеть поражение в другом? Ну, конечно, игрой мы недовольны. Игрой недовольны, на наш взгляд, по факту уже по горячим следам. Ключевые единоборства проиграли большое количество ключевых единоборств, подборов. За счет этого очень много опасных моментов позволили создать свои ворота. Не скажу, что они были явными, но при этом опасность и острота у наших ворот присутствовала. При этом сами были недостаточно активны впереди. Не хватает нам немножко еще стабильности. Очень много новичков и стабильности как таковой нам сегодня не хватает. И игровые связи еще нуждаются в улучшении. Но при этом при всем не хватает нам впереди, немножко не хватает в переходных фазах. Сегодня часто возникали эпизоды, когда мы были в переходных фазах, но при этом при всем не могли зацепиться за Большой коэффициент брака, очень много невынужденных потерь. Но это не могло не сказаться на результате, и как только 1-0 проиграли, надо работать над тем, чтобы быть немного быстрее и поагрессивнее у чужих ворот. Затронули тему новичков, не могу не спросить, болельщики жаждут, интересуются, когда мы сможем увидеть на поле последних наших новых футболистов, Вилен Сучмейзи, Виктор Нафиков. Когда можно будет ожидать их? «Сегодня есть футболисты среднего возраста, это футболисты на перспективу, это наш золотой фонд, который в будущем должен стать основным костюком нашей команды, поэтому мы их плавно подводим, мы не можем сегодня их бросать на амброзу для того, чтобы они выходили в таких матчах напряженных. Их нужно плавно подводить, чтобы они могли показывать свои сильные качества. При этом они прогрессируют, у Уильямса он проходит процесс адаптации, это языковой барьер и в целом какие-то моменты, нюансы есть в плане организации. И в целом потихонечку подводим, я думаю, в ближайшее время мы обязательно увидим дебют Уильямса. Уильямса, в частности Виктор, появился к нам только на прошлой неделе, поэтому ему нужно еще себя проявить и доказать, что он готов сегодня конкурировать с нашими футболистами, ну и плюс заслужить свое игровое время. Не может быть такого, чтобы футболист пришел и сразу с места в карьере тронулся. Но он в первую очередь должен пока проявить это и показать себя сильнее тех, которые сегодня уже в команде есть. Их дебют не за горами, я призываю болельщиков дождаться. А так в целом, я думаю, в ближайшем будущем скорее всего мы их увидим. И последний краткий вопрос по горячим следам, Павел Долгов сегодня вынужден покинуть поле, насколько серьезно его повреждения? Ну, пока не могу сказать конкретно, в целом, пока не будет проведено обследование, не могу утверждать это или серьезная травма, или небольшой тяжести, поэтому будем смотреть, завтра будет медобследование и завтра уже будет точно информация.